Я не понял, вы сегодня спали или вы сегодня Библию читали, ну, или и то, и то, и то, и то, и другое было. Но для тех, кто читал, сегодня у нас для утреннего разрешения были предложены два отрывка, посвященные неприятностям на море. И эти стихи, эти отрывки, эти повествования вы очень хорошо знаете. Вот в этих повествованиях, проблемах на море есть несколько очень таких важных уроков для нас, для тех, кто находится в пути, для тех, кто находится в восхождении. И интересно, что Марк первую историю о Бурином море помещает после вот таких вот уроков, лекционного курса Иисуса, начинаются практические занятия. Кстати, я вчера вам не сказал одну очень важную мысль, которая проходит через притчи, посвященные Росту. И это касается сферы природы, это касается уровня самого Иисуса, то, что как Он видел свою жизнь, и где самый величайший успех жизни Иисуса был. Это касается нас. Закон один. Если ты хочешь, чтобы что-то великое в твоей жизни было, нужно умереть. Ну, я метафорически говорю, умереть. Понимаете, зерно не вырастет, если не умрет. Победа над грехом, над силами зла и смерти невозможно было бы в жизни Иисуса, если бы Он не умер. Когда мы смотрим на Иваны от Марка и вообще на все Иванское поистование, мы должны помнить эту важную вещь, эту истину, что самый великий успех Иисуса был на Голгофе. Это ломает наше представление о успехе, потому что мы мыслим об успехе не так. Но на распитый, униженный, избитый и оплеванный на кресте был самой успешной личностью, которая когда-либо была на этой земле. Поэтому для того, чтобы было что-то великое, необходима смерть. Для того, чтобы в нашей жизни было подлинное ученичество, подлинный духовный рост, нам необходимо проходить через умирание. И один из моментов умирания очень важен. Почему Бог погружает нас в церковь? Умирание происходит в церкви, умирание происходит в семье, там, где мы вынуждены, или там, где Бог, лучше сказать, так ставит нас перед вызовом наступить на свое Я или на мне наступить. Ты не можешь простить, если ты не переступишь через себя. Ты не сможешь принять брата или сестру, если ты не переступишь через себя. Подлинное отношение и с Богом, и с людьми невозможны без распятия собственного Я. Не распнешь, ничего в твоей жизни не будет. Как семя, если не умрет, не принесет плода. Не умрешь, не будет плода. И вот Иисус дает своим ученикам практическое занятие. Они выходят в море. Они выходят в сферу, в стихию, в непредсказуемую стихию. И это вот для меня, когда я читаю эту историю, это все равно, что заезжать на собственной машине в Северную Осетию. Вот ты въезжаешь в Северную Осетию, и ты все, и ты знаешь, что ты вступил в гаишную стихию. И ты можешь пройти этот путь только доверием Господу. Даже если ты будешь ехать полностью по правилам. Все равно ты можешь быть виноват. Потому что едешь по правилам. Так вот, ученики вступают в море. Они опытные водители. Среди них есть опытные водители, которые умеют рулить лодкой. Вы же знаете, что там были рыбаки. Но они не умеют управлять стихией. И вот Господь очень часто ставит своих детей в такие условия, где их самоуверенность должна умереть. Одно из самых мучительных переживаний для человека, и в том числе для детей Божьих, когда им нужно расписаться в собственной беспомощности. Мы живем желанием своей значимости. Нам хочется, чтобы мы чувствовали себя кем-то или чем-то в этом мире. Очень часто, например, родителям нравится чувствовать себя значимыми родителями. Ты сказал, и дети послушали, когда детки становятся подростками. Ты сказал, а он сделал наоборот, или она. И все, и ты сталкиваешься со стихией, которая становится для тебя неуправляемой. И многие родители в этот момент, они не просто переживают, что дети их не слушают и выбирают какие-то недобрые пути. Родители еще переживают вот это вот полное разрушение собственного родительского, родительской значимости. Они сталкиваются с собственной беспомощностью. И вот ученики, что делает Христос? Они попадают на море, разыгралась буря, и они должны расписаться в своей полной несостоятельности. Они должны умереть. Вы понимаете? Мы боимся этих моментов, когда мы теряем контроль над кем-то, над ситуацией, или же мы теряем контроль над самими собой. Это тоже, кстати, очень мучительное дело, когда вдруг ты обнаруживаешь в себе стихию, которая неуправляема. И вот первая реакция. Это очень типично для любого человека. Когда я теряю контроль, первый кривой путь, на который я выхожу, это бунт против Бога. А значит, что учеников получается, их разговор с Иисусом начинается с претензий. Тебе что-нибудь делаешь, что-нибудь, что мы погибаем? Вот когда они уже пришли к полной несостоятельности, вместо того, чтобы в смирении прийти к Господу, они приходят к Господу, как это называется, с распушенными или со стопоренными пальцами. Короче, Бог, ты где? Очень часто для христиан, которые расписываются в собственной несостоятельности, они выбирают путь не смиренного предстояния перед Господом, а бунта. А ты где? Я тут борюсь. А ты, а ты, а ты, а ты, а ты чем, Господи, занимаешься? И вот, усвойте для себя этот момент. Бог с бунтовщиками, он не идет у них на поводу. Как только вы обнаруживаете бунт в своем сердце, недовольство Богом, как только вы видите, что Бог действует в вашей жизни не так, как вы этого хотели, и вам это начинает не нравиться, вы должны знать, что бунтующее сердце, что его никогда не достигнет. Только смиренное. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это закон. В желание векове есть очень интересная мысль. Ученики были настолько поглощены спасением лодки, что забыли, что в лодке находится Иисус. Это еще один важный урок из этой истории. Вы можете быть настолько поглощены решением проблем, проблемой могут настолько захватить вас, что вы забудете, что в лодке находится Иисус. Так вот, следующий момент. Мы можем бунтом отреагировать на проблему, но мы можем отреагировать на проблему не тем, что мы вообще забудем о Боге. И это тоже очень легко. Проблема становится твоим идолом. Ты ей начинаешь поклоняться. Или же обидчик становится твоим идолом. Вот кто-то вас реально обидел, ну, по-настоящему обидел. Знаете, есть люди так обидят, что больно, и о ком ты начинаешь думать? Ну, правильно? О своем обидчике. И тебе начинает в голову мысли стучать. Ну, как-то. И ты ходишь. И тебя эта мысль просто терзает. И ты только о нем или о них и думаешь. И кто таким образом становится для тебя этот человек? Ты ему посвящаешь все свое сердце, всего себя. Кто он для тебя? Он твой идол. Ты зациклился на этом человеке. Или на этой проблеме. На чем мы в воде? И вот ученики были настолько поглощены спасением водки, что они забыли, что в водке находится есть. И последнее из этой истории. Когда все-таки мы приходим к Богу, вот когда у нас возникают проблемы, мы приходим к Богу. Мы хотим, чтобы Бог изменил ситуацию. Правильно? Ну, просто люди. Нам хочется облегчения. Правда же? И мы говорим, Господи, ты же сильный Бог в конце концов. Я считал в Евангелии, ты твой усмирил. Ну, тебе же трудно чего-нибудь сделать. Мы хотим, чтобы Бог действовал. А чего хочет от нас Господь? Когда мы в буре. Чтобы мы доверились. Мы хотим действующего Бога, а Господь хочет доверяющего сердца. Чувствуете разницу? Нигде в Библии не говорится, что Бог по первому нашему щелчку прибежит к нам и будет менять проблемы или решать проблемы. В Библии говорится о том, что ты можешь в буре находиться, и доверяющее сердце будет оставаться спокойным. И до тех пор, пока ты будешь стучать кулаком по столу и требовать от Господа действия, Господь не будет играть в твои игры. Ему надо научить тебя доверять. Но доверять ты сможешь тогда, когда ты смиришься. Понимаете? Смирение – это смерть. Смерть – упование на самого себя. Это очень непросто. Особенно у тех людей, у которых получается уповать на самих себя. Вы знаете, когда, например, я оказываюсь в ситуации, ну, предположим, я не умею драться. Ну, правда, так по жизни получилось, что я практически никогда не дрался. И поэтому, когда я вижу угрожающую ситуацию, на что я надеюсь? На ноги. На ноги, правильно. А представьте себе адвентиста, который, у него черный пояс. Представляете, как этому человеку в такой ситуации положиться на Бога? Ты же можешь. Я-то не могу, но меня побили. Ну и ладно. Я и так, я не умею драться. А этому человеку как? Поэтому Бог каждого из нас, в тех сферах, где мы, кажется, мы владеем ситуацией, где мы держим все под контролем, Бог нас там и смиряет. И там именно учит доверять. И когда ты кричишь, Господи, действуй, ты слышишь с неба ответ, сынок, доверяй ему. Прежде чем пойдем дальше, маленькое такое отвлечение. Вот вам пример. Вот мой сын, когда он родился, первый год он очень трудно засыпал. Ну невероятно трудно. Ну просто целый год, мы купили батут, я вот стоял на батуте и так. Потому что ноги срабляли просто. Пока ты его качаешь. Ну ладно. Вот смотрите ситуацию. Со два ночи. Он гибель. Я его укачаю. Я молюсь, Господи. Слушай. Ну ты же Бог, да? Ну сыпи его. Ну ты же видишь, как, Господи, я устал. И мне раненько завтра идти, у меня первая пара, мне преподавают. Ну ты же понимаешь, как я был с такими перевернутыми мозгами. Ну, давай. Качаешь, качаешь. Вроде бы у вас сны. Тихонечко. Ага. Вот на кровати. Ты-ты-ты проснулся. Ну так, Господи, у нас с тобой сейчас не получилось, поэтому давай еще. Качаешь, качаешь. Так, на кровати. Бах, проснулся. И в какой-то момент ты начинаешь уже психовать. И ты говоришь, Господи, тебе что-то делаешь? Вот как они говорят. Неужели тебе нужды или нет? Ну они говорят, что мы покупаем, а я говорю, что я спать хочу, ты понимаешь, Господи? Не слышит. Ну, Господи, я уже сколько его качаю? Ну, сделай что-нибудь. Ноль. И потом наступает момент, когда ты макнул рукой и говоришь, Господи, ну, я не знаю, почему ты не даешь ему сон. Я не знаю, почему ты на такие мои просьбы не отвечаешь. Но если так надо, я уже не буду спрашивать. Я уже не буду требовать. Но надо, я до шести утра. Ладно. И ты внутренне смиряешься и принимаешь ситуацию, какая она есть. И ты принимаешь Бога таким, какой Он есть, непонятным для тебя, трудным для тебя сейчас. Но ты принимаешь. И потом, через какое-то время, твой ребенок засыпает. И в этот момент ты понимаешь, что ты можешь пойти по жизни. Только тогда, когда в жизни будут бурьи, а бурьи в жизни будут обязательны. но ты не будешь бунтовать, не будешь требовать. Не пугайтесь. Это народ пошел в... А нас заботится. А нас заботится. И ты понимаешь, что не будет, что не будет, не требований, ничего. Единственное, через что ты можешь пройти жизненно. Жизненное, жизненное буря. Это смирение, доверие и принятие от Бога всего, что Он допустит в твоей жизни. Поэтому, когда я сейчас встречаю другого Гришника, вот Бог, я теперь понимаю, какую Он сделал для меня тренировку. Это было очень хорошее практическое занятие. Я встречаюсь сейчас с Гришником. Я понимаю, что может быть, все. Я молюсь, не уверяя ситуации Господу. Все. Это стихия. Стихией я не управляю. Стихией управляет Господь. Единственное, что я могу делать в стихии, это просто стоять перед Ним и быть готовым принять от Него все. И разве христиане не тонули? И не погибали в кровлекрушениях? И разве они не молились Господи, Ты же когда-то спас молились. Но то, что было на море, это не гарантия. Бог ничего не гарантирует. Он одного говорит, когда ты будешь захлебываться в воде, ты все равно должен продолжать доверять мне и принять то, что ты даже тонешь, как мою волю в твоей жизни. И именно этого хочет Господь добиться от нас сейчас. Полного принятия Его воли в отношении твоей жизни. Даже тогда, когда тебе это Его воля, Его промысел в отношении тебя непонятен. но смиренное принятие всего это лучший путь, чем путь бунта или путь тупой, бессмысленной, безбожной борьбы для того, чтобы все-таки разрубить ситуацию. Понимаете? Ну, и пару слов по второй истории. Вы помните, что Иисус проходит и идет по воде и идет как призрак. Вот в чем конечно там очень много... Кстати, Марк, обратите внимание, Марк не рассказывает о том, что Петр тоже пошел по воде. Иван от Марка об этом нет. Есть такая традиция, согласно которой считается, что Иван и от Марка написано согласно повествованию Петра. И если это так, то может быть... Петр, ну, знаете, как-то пропустил такой момент. Здесь вы даже... Но вообще он склонен был, да. Вы же знаете, что Петр оставался человеком. Поскромничал. Да, он поскромничал, потому что потом было такое, что не хотелось бы... придавайте глазки. Да, но даже без хождения Петра, без того, как он тонул, есть очень важный урок для нас. Во-первых, когда мы находимся в проблемах. Очень часто мы предлагаем Богу определенный спектр путей, по которым Он может к нам прийти. Нам нужно понять, что очень часто в проблемах, молясь о их решении, мы бываем... Мы говорим Господи, но если... Мы прямо так не говорим, но мы говорим примерно так. Господи, но думаем, или у нас внутреннее такое ощущение. Если ты будешь решать эту проблему, то ты должен ее решать примерно вот так, вот в этих рамках. Смотрите, ученики борются с противным ветром, но вы понимаете, в их сознании не укладывается, что Бог может прийти к ним по воде. Это не тот путь, по которому ходят. Вообще по воде не ходят. И очень часто мы ограничиваем Бога своими рамками. ты должен действовать вот так. Или Бог обычно действует вот так. Бог вмешивается в мою жизнь вот такими путями. Откуда ты знаешь? Как-то я разговаривал с одним братом, кореец, адвентист кореец, в Северной Азии, и он говорит, я мечтаю о том, что моя жена будет кореянкой. Я рассчитываю взял. А если Господь пошлет твою жизнь в бедствие в виде украинки? Который все равно с какой стороны у тебя детей как? с чего ты взял? Что тебе должна быть кореянка обязательно. Или я часто рассказываю, вот у каждого парня, ну вот к примеру, у каждого парня есть образ девушки. Значимая женщина этот образ сформирует в его жизни. Села старе, мама, то, что он видит по телевизору, он представляет, вот так, кого я полюблю, она будет именно такой. Сколько ты взял? А может, Господь, тебе даже совершенно другое, то, что ты не ожидал. Вот у меня так, женой, я ему, говорю, уже я тебя нашел. Потому что она в мой образ не вписывается. Я уже 12 лет восхищаюсь Богом, который дал мне такую жену, понимаете? Мы живем схемами, мы живем шаблонами, а наш Бог, это тот Бог, который разрушает шаблоны. Он знает лучше, что нам надо. Поэтому ученики, они могли, вот представьте себе, они переправляются на другую сторону моря, и они думают, да, Христос придет на тот берег, наверное, он обойдет по берегу. Или они думают, ну там пару водок осталось, ну, наверное, утром он подгребет к нашему берегу. Но какой еще вариант был? Посуши или на водке? Все, ну, согласитесь, других же вариантов вообще представить нельзя было. Поэтому, когда Иисус идет по воде, для них это вообще все, ну, ничего себе, он еще и по воде ходит. Слушайте, вашей жизни так Бог тоже может проявить себя. Он может прийти к вам по какой-нибудь самой непредсказуемой и неожиданной для вас воде. и второй момент. Ученики, вы помните, увидели, что это призрак, он им показался призраком. Сам Бог может открыться в вашей жизни не так, как вы этого ждали. У нас снова же есть схема и модель Бога. но Бог настолько велик, настолько вечность нашего Творца многогранна, что Он всегда будет разрывать узкие рамки нашего сознания. И вот тогда есть духовное движение, когда ты готов открывать для себя многогранность Божия. И вполне возможно, что сегодня или завтра Он предстанет для вас не таким неожиданным Богом. Не бойтесь Бога, который может оказаться для вас непривычным Богом. И последнее. Самое главное. У каждого из нас есть, вы знаете этот термин, зона комфорта. У каждого из нас эта зона комфорта есть. Но обратите внимание, самое великое в нашей жизни с Богом случается тогда, когда мы выходим из зоны комфорта. Море это отнюдь не зона комфорта. Поэтому, если в вашей жизни случается призыв Божий выйти из зоны комфорта, не бойтесь, это шанс. Оказаться в ситуации, где почвы под ногами нет, оказаться в ситуации, где ты вынужден полагаться ни на связи, ни на деньги, ни на свои силы, ни на что, а только на Бога, страшно. Но иначе духовный рост невозможен. семя растет. Вот сейчас я странно скажусь, но семя растет, тогда, когда из-под ноги уходит почва. Редактор субтитров Корректор А.Егорова